Красивые броски и интересная борьба. В турнире на призы олимпийского старта по греко-римской борьбе приняли участие юниоры в возрасте от 8 до 12 лет из Одесской и Николаевской областей. Этот вид спорта борцы выбрали не просто так. Мне она очень понравилась. Мне понравилось, что мы тут делаем кувырки, сальто, гимнастика, боремся. Я занимаюсь три года греко-римской борьбой. Греко-римская борьба классическая. Например, в вольной борьбе можно брать за ноги, а здесь не можно. Всего в турнире приняло участие более сотни детей. Победители и призеры получили ценные призы, практику и важный опыт. Этот турнир продолжил ряд соревнований олимпийского старта по другим видам спорта – классическому боксу, савату и танцам. Праздник спорта, на котором выступают маленькие детки 2006-2008 года и 2009-2010 года. Для многих из них это первые соревнования, это старт в большое будущее. И я надеюсь и глубоко убежден в том, что именно эти соревнования помогут многим из сегодняшних борцов добиться высоких высот. Организацией этого турнира занималась общественная организация «Олимпийский старт», которая неоднократно проводила турниры. Греко-римская борьба – это еще одно направление, которое сможет действительно получить должное развитие в нашем городе. В этом году Одесская область сделала шаг вперед в своем развитии и подготовила чемпиона мира. За этот год у нас в греко-римской борьбе есть чемпион мира среди молодежи. Он в Тампоре занял в Финляндии первое место Владлен Козлюк. И два дня назад в Польше с чемпионата мира до 23 лет вернулся Магомедов Рустан. Он проиграл в борьбе за бронзовое место, проиграл из-за того, что у него вылетело колено. И занял всего лишь пятое место. Но это тоже неплохой результат на чемпионате мира. В ближайшее время уровень инфраструктуры для всех видов борьбы в Одессе должен повыситься с появлением новых залов. Продолжение следует...